Финское издание Ulle провело исследование, которое непосредственно касается Украины. В свете заявлений ряда высокопоставленных чиновников стран Запада о неизбежности военной конфронтации с Московией, они решили выяснить, как обстоит дело с возможностью нанесения ударов по Московии оружием, которое страны НАТО поставляют в СССР. Неоднократно появлялась информация об ограничениях, которые стали условиями поставок определенных вооружений, но никто не выкладывал подробностей, хотя вскользь об этом упоминали. Начали задавать вопросы как финским ответственным товарищам, так и зарубежным. По словам министра обороны Финляндии Анти Хекенена, ограничения установили в основном страны, предоставившие Украине системы вооружений большой дальности. Например, в первые месяцы войны США фактически запретили Украине использовать поставленное США оружие против целей на территории России. В среду силы обороны Финляндии сообщили ЮЛЛЕ, что политическая воля НАТО, а также условия военной помощи заключаются в том, что западное оружие не должно использоваться для нанесения ударов по российской территории. Это и так видно. Скальпы и тени так пока и не посетили аэропорт Таганрог-Южный, где находится минимум 1А50У, из тех, которые расисты могут использовать для координации бомбовых, дроновых и ракетных ударов по Украине. В свою очередь, председатель парламентской комиссии по обороне Юкка Копра заявил. «По моей информации, Финляндия таких ограничений не устанавливала, и Украина имеет право применять это оружие против военных целей на территории России». Также Хеккенен заявил, что Финляндия ведет постоянную дискуссию со своими союзниками об ограничениях, которые те наложили на военную помощь Украине. «Это более крупные страны, которые, среди прочего, предоставили ракетные системы большой дальности, и, конечно, они имеют право голоса в том, как это можно использовать». В общем, Финляндия не устанавливала никаких ограничений на использование оружия, поставляемого Украине. И это подтвердили источники как в Министерстве обороны, так и председатель парламентского комитета по оборонной политике. Кроме того, в среду новой командующей силами обороны Эстонии полковник Андрус Мерила на запрос издания «Юлле» сообщил о том, что западные страны совершили ошибку, ограничив использование оружия, которое они передали Украине, только на украинской территории. Он подчеркнул, что Украина должна иметь возможность перенести войну на территорию России с помощью оружия, предоставленного западными странами. В общем, постепенно ситуация начинает разворачиваться в неожиданную сторону. По крайней мере, мы такого разворота не ожидали, и дискуссия уже идет полным ходом по всем вопросам войны в Украине. Как было сказано выше, ряд стран уже выступают за снятие всех ограничений с Украины по вопросам применения западного оружия для уничтожения целей на территории России. И в общем, после того, как Путин и его халуи прямо угрожают применением ядерного оружия по странам НАТО, ответ на эти угрозы должен быть материальным, а не в плане озабоченности. Никто не говорит о превентивном ударе самого НАТО, но Украина это может сделать здесь и сейчас, потому что имеет на это право в принципе, но ограничено в применении поставленного оружия. Мы наносим дальние удары тем, что у нас есть, но пока не можем донести до цели крупные боеприпасы. Так прошла информация о том, что ночью на ФКП завод имени Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области прозвучало два мощных взрыва, которые разбудили жителей населенного пункта, где указанное предприятие является градообразующим. Перед взрывами слышали звук двигателей дронов. Удар нанесен по цели, отстоящий от наших границ на расстоянии более тысячи километров, и это военная цель. На заводе производят бомбы ФАБ, которые обвешиваются оборудованием для планирования и которыми орки уничтожают наши города. Плюс там же производят и артиллерийские снаряды крупного калибра, так что такие предприятия надо равнять с землей как можно скорее. Но одно дело, когда дрон может донести до цели 50 килограмм, и совсем другое, боевая часть массой 250-450 кило на заводе сразу прочувствует разницу. Пока нет подробностей того, что там повреждено, и, наверное, скоро появятся новые данные. А пока известно о том, что группа дронов шла над Белгородом и Курском, и что самое интересное, когда начинала работать ПВО рашистов, часть дронов отделялась от группы и атаковала ПВО. По крайней мере, это следует из сообщений самих лаптей. В общем, если бы это были не тихоходные и не очень мощные дроны, а крылатые ракеты, идущие со скоростью 1000 км в час и несущие полтонны заряда, то фаер-шоу на болотах было бы куда более красочным. А мы только отметим, что расстояние, на котором находится этот завод, примерно соответствует тому, на котором находится завод по сборке дронов Шахет в Татарстане. Такие предприятия с давних времен строились в стратегическом тылу рашистов с расчетом на то, что туда не смогут долететь боеприпасы, которые имеются в распоряжении стран, которые Москва избрала целью своей агрессии. Грузия не могла ударить по снарядно-бомбовому заводу в Нижегородской области, и до последнего времени Украина тоже не могла этого сделать, и не могут такое сделать даже Эстония и Финляндия. А это как раз и является тем фактором, который делает агрессивные планы или их реализацию возможной и безнаказанной. Поэтому снятие ограничений на применение любых видов вооружений по территории агрессора носит не только прикладной, но и политический характер. Уничтожение того же снарядного или дронового завода не только подрывает военный потенциал противника, но и отменяет эффект безнаказанности, а значит агрессор утрачивает косвенное поочерение своим кровавым акциям. Иначе это не работает, а уговорами и переговорами уже давно ничего не решить. Да, мы получаем военную помощь от наших партнеров, и за это всем им благодарность. Но тем не менее такое отношение действительно крайне опасно в глобальном смысле, и по ходу событий оно начинает меняться. Как только кто-то из мировых лидеров говорит о том, что Украине надо дать все для того, чтобы победить агрессора, тут же начинается вой, поскольку правильной до сих пор считается формулировка «не дать Украине проиграть войну» или же «не дать России победить». Согласимся, что в общем эти тезисы направлены в одну сторону, и прямо сейчас наблюдается развитие сюжета в сторону смещения акцентов на практические действия, а не только на сочувствие и, может быть, все обойдется. Как было сказано ранее, президент Франции Макрон сделал заявление, которое привело к бурлению на Западе, где президента США обвиняют в отсутствии решительности по отношению к Москве. И вот Макрон заявил о том, что дискуссия о необходимости ввода войск стран Запада в Украину пока еще не дала консенсуса. Но само заявление открыло тему для публики уже на втором шаге. До этого момента никому не было известно о том, что такая дискуссия вообще ведется и кто в ней участвует. А теперь стало очевидно, что она проходит и что именно Франция стала инициатором. Правда, о ней первым заявил не Макрон, а премьер Словакии Фиццо. Похоже на то, что вскрыв обсуждение этой темы, он зарабатывает очки перед Путиным и, как это обычно бывает, небесплатно. Просто чтобы понимать, что такое Фиццо, только придя во власть, он тут же инициировал снижение мер наказания за коррупцию и за уменьшение сроков данности по ряду уголовных статей, в частности по коррупционным. Так что благодарность Путина просматривается невооруженным глазом. Уже следом за этим заявлением наличие такой дискуссии подтвердил и президент Франции, после чего прозвучали заявления лидеров ряда стран, в том числе США и Германии, о том, что их войска не будут введены в Украину. Как минимум, такие ответы подтверждают, что эти страны участвуют в дискуссии, которая уже идет, и на сегодняшний момент не желают давать положительный ответ на этот вызов. Но, как оказалось, не менее четырех стран, которые прямо не названы, и пока они сами это публично не подтвердили, мы тоже не станем на них указывать, готовые направить свои войска прямо сейчас. И вот Макрон продолжил обсуждение этой темы. Издание «Политика» публикует небольшой материал, в котором, в частности, говорится о том, что президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что его отказ исключить перспективу отправки западных войск в Украину был преднамеренным, несмотря на возмущение, которое оно вызвало. Макрон отмел шквал критики, с которым столкнулся во Франции и на международной арене, и настаивал на том, что его заявления об агрессии РФ против Украины были тщательно продуманы. При этом приводит одну, но крайне важную цитату из своего заявления на эту тему. Это достаточно серьезные вопросы. Каждое слово, которое я говорю по этому вопросу, взвешено, продумано и выверено. То есть это была не оговорка, не разговор об «вообще», а четко продуманная позиция, которую можно расценивать как заявку на политическое лидерство Франции в Европе. Понятно, что это пока только разговоры, но всем действиям предшествует обсуждение и дискуссии. Главное, что они ведутся в нужном направлении. Субтитры создавал DimaTorzok